Отец наш Небесный, мы молимся, чтобы ты благословил этот день. Мы благодарим тебя за каждого, который смог сегодня прийти сюда. Просим твоего благословения на этот праздник, на бар-митзву. И сегодня здесь есть люди, которые, может быть, первый раз находятся в мессианско-еврейской общине. Мы также просим особенного благословения для них. Мы хотим посвятить это время для тебя, Господь, для твоего святого шаббата. Мы просим, чтобы Дух Святой наполнил наши сердца. Мы молимся, чтобы это был особенный день для каждого из нас. Мы молимся во имя Иешуа Мессия. Мы также помогаем, чтобы это был особенный день для каждого из нас. Мы обычно также провозглашаем молитву, которая называется «Меда», значит «Стоя». И вы слышите этот текст, который написан на экране, вы можете читать, смотреть. Внизу также написан русский перевод, и вы вместе с нами можете провозглашать эти слова. Это традиционная молитва, и важно не просто смотреть и говорить эти слова, но вкладывать свое сердце в них. И вот с этой надеждой обращаться к Богу, сотворившего особой земли. Потому что в каждом слове есть особенный смысл. Тедрихотану, Дима, בבקשה. Тедрихотану, Откормите, Господи, Господа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но мы также понимаем, что все это возможно только через Ишуа Мессию, который пришел 2000 лет назад. Окей, мы сейчас говорим, а сейчас мы говорим о Текес. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аарон так и сделал, расставил лампы на светильник, повелел Господь Муше. Светильник же был чеканный, золото чеканный от ствола до лепестка. Муше изготовил этот светильник по образцу, который Бог показал ему. Господь сказал Муше, отдели левитов от сынов израилевых, и соверши над ними обряд очищения. Вот что бы ты должен сделать для очищения, тропи и хваду очищения. Пусть они обреют все тело свое, постирают одежду, тогда станут они чисты. Пусть они возьмут быка, надлежащее хлебное приношение из пшеничной муки, смоченное оливковым маслом. Возьми также второго быка для числительного жертвоприношения. Поставь левитов перед шатром встречи, и собери всю общину сынов израилевых. Когда ты поставишь левитов пред Господом, пусть сыны Израилю возложат на них руки. И пусть Аарон вручит левитов Господу, как дар сынов израилевых, вознесенных пред Господом. После этого левитов могут совершать служение Господу. Кодемколь они хотят сказать, что это особенное недельное чтение. Кода кого Давид, что и подготовил его. Акшар Торхан. Акшар Торхан. Акшар Торхан. Акшар Торхан. Кодемколь. И мы читаем здесь, что Моша и Аарон получают от Господа указание построить святильник менору. И из Израиля выделить левитов, чтобы они служили Богу. Менора – это смыль для ободоти Ходонай, и также смыль для обогрева. Святильник или менора – это символ Божьего трудов посреди нас, а также символ молитвы, которая должна постоянно возноситься перед Богом. И левиты, они как служители, они возносят перед Богом молитвы, всегда вспоминая о всех людях перед Богом. И чтобы делать эту работу, нужно понимать ее, для чего ты ее делаешь, что там вообще происходит. Понимать надо. И Моша и Аарон обучили левитов этой работе. И мы, в том же образе, как ученики Иешуа, Мессии, хотим служить Богу и делать это перед Богом и людьми. И мы хотим понимать то, что мы делаем перед Богом. И мы должны понимать, каким образом совершать это служение. Перед модерной менорой, перед тем обстоятельствами, в которых мы живем. И чтобы мы могли понимать, что мы делаем. И как человек, который хочет быть учеником Господа, я хочу понимать то, что я делаю. Я хочу быть хорошим человеком, удаляясь от всякого зла. И хочу научиться различать голос Божий. И я хочу всю свою жизнь изучать, каким образом служить Богу. И как это делать правильно. И я хочу быть хорошим человеком. Спасибо. Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! Спасибо за просмотр! 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 И... И... Спасибо за просмотр! 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 Маленький подарок от нас. И хотела сказать тоже несколько слов, когда он проходил. Мне Бог положил на сердце стихотворение. Слушай голос ты Творца, вступаешь в новую тебе жизнь, и пусть Господь благословит. Взрослый устал в этот день, ответственность большая на тебе. Родители любят всей душой, гордится и сестреночка тобой. Сторой, когда ты проходил, радовались ангелы, Бог и мы. Слушай голос ты Творца, он помогал и будет помогать. Сердцем начни его служить и сохранить тебя на пути. Амин. Спасибо, дорогие, как мы сохранили этого ребенка. Спасибо. Тома и Макс, мне пришли сюда, Алексей. Алексей, прошу, это мужчина. Кажется, он у тебя. Алексей, вот, Довид, ты возьми его в свою группу. Довид, это Алексей, сейчас он уехал на тебя, и он будет помогать дальше. И я уже говорил с мамой, и я хочу, чтобы ты помогал ему. И есть Алексей, у вас есть и у вас есть и у вас есть и у вас есть. Мы хотим, Довиду, чтобы ты мог помочь, Алексею. Окей? Понимаете, я могу копать. Спасибо всем. Я хочу сказать... Я долго думала, что сказать Довиду какие-то благословения, потому что каждый день говоришь своему ребенку, что зайдет. Научаешь, и не хотела говорить много, но так и сделали акцент на имени Довид, что я расскажу, как я получила это имя. Мы не хотели... Ну, мы хотели давать обычные имена, русские. И когда был пресса, мы пришли в гости к любимой тете, и было поздно, и мы остались там ночевать. И я была на восьмом месяце беременности, и мне приснился сон, что у меня мальчик, темненький. И я смотрю и говорю, ну как тебя назвать, какое имя? И у меня в голове точно Довид, точно Довид. И когда я проснулась, рассказала мужу, родственникам, что я забыла. А когда я родила, и вдруг те имена, которые вы хотели дать, я не могу назвать им Довида, я не могу назвать им своего сына, и я не могу. Я говорю, как я его не зову? У меня родился сын, и мне нет имени. И потом со мной вместе рожала девочка, которая знала мой сон. И она говорит, ну как же, тебе приснилось? Почему ты не даешь это имя? Я говорю, правда. Я даже забыла. И когда Дима пришел в больницу, я говорю, Дима, давай дадим имя Довид. Он говорит, не знаю. И потом как-то все с тобой получилось, что мы дали Довид. То есть другое, я не могла своему дать ребенку свое другое имя. И благодарю Бога за все, что он дал за мою семью, за Давида. И я думаю, что в эти дни, что это не просто он дал такое имя. И единственное, что я хочу сказать, Давид всегда слушает Бога, всегда слушает в своем сердце и следует поступать правильно. И это ты будешь хорошим человеком. Я хочу поблагодарить всех, кто помогал с организацией. Поблагодарить Леона, поблагодарить Маше. Я очень переживала это, очень переживаю. И я рада всем сказать, что я действительно чувствую себя как в семье. Все-все-все помогали, кто-то словом, кто-то делом. И я хочу всем сказать большое спасибо. Я чувствую себя как в хорошей-хорошей семье. Спасибо, я благодарю Бога за нашу общину и за пастора. И за шерпшим вам шерпшим. Я бы хотел Давиду пожелать, чтобы у него на его пути жизненном было как можно меньше каких-то преград. И даже если есть какие-то преграды, я уверен, что Давид может это преодолеть. Будь сильным, умным. Ты вообще хороший мальчик. Больше ничего. Спасибо. Сейчас мы на мальчике, это осипа. И я хочу сказать, что там есть кувса для матанок для Давида. Мы продолжаем наше собрание. Хочу сказать, что вот там есть подарки для Давида. Поэтому, если кто хочет поздравить, можете написать поздравление. И после того, как собрание здесь закончится, У нас там будут накрытые столы и можно хорошо провести время, пообедать. Поэтому не торопитесь, можно пообщаться.